Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего занятия – это структурированный язык запросов SQL в реляционных базах данных. На самом деле с языком запросов SQL мы уже знакомы. Сегодня мы закрепим все знания по работе с этим языком. Будет такой обобщающий урок по этой теме. Мы знаем, что задачами языков управления базами данных являются, во-первых, наличие механизма выделения конкретного элемента базы данных, то есть записи, также механизмы перехода от одного элемента к другому. Это означает, что мы в любой момент можем обратиться к любому элементу в таблице базы данных. Управление группой элементов, обладающих определенными свойствами. То есть мы можем не вподряд рассматривать записи в базе данных, а лишь те, которые удовлетворяют нашим условиям выборки. В любом языке управления базами данных должны быть команды, позволяющие создавать и модифицировать объекты базы данных. Должны быть команды или возможности, которые бы удовлетворяли требования информационной безопасности. То есть язык должен поддерживать задачи обеспечения информационной безопасности. Мы с вами рассматривали транзакт SQL, это процедурное расширение классического SQL-языка. Сказали, что он может использоваться в трех формах, это интерактивный или автономный SQL. Мы сразу устроили SQL-команды и проверяли их выполнение в специальной среде SQL Management Studio. SQL может быть в статической форме и динамическим. С динамическим вы познакомились на лабораторных занятиях, когда из приложения пытаются, например, ввести данные в таблицу базы данных. Язык SQL, так же как и любой язык программирования, имеет свои объекты. К объектам языка относят литералы, константы, ограничители, комментарии, идентификаторы, зарезервированные ключевые слова. Любой язык поддерживает свои типы данных, функции языка. В данном случае имеется в виду встроенные функции. Для SQL это функции, агрегатные функции, это скалярные функции, такие как числовые функции, функции даты, строковые функции, системные функции и функции метаданных. Операции. То есть это математические операции, это логические операции. Из этих объектов языка можно построить операторы языка SQL. Различают или выделяют три подмножества операторов. Это операторы определения данных, их еще называют язык определения данных. Это DDL, операторы манипулирования данными, это DML, и операторы отбора данных. К операторам описания или определения данных DDL относят команды create, alter, drop. Обычно при использовании команды create мы указываем, какой объект мы создаем, имя объекта, параметры. При использовании alter для модификации объекта мы используем alter, объект, имя объекта, параметры. Довольно часто команда alter и команда create имеют одинаковый синтаксис. Для удаления объекта мы используем команду drop, объект, что именно удаляем, и конкретное имя конкретного объекта. Мы можем создавать базы данных, таблицы и индексы. Базы данных программно мы не создавали, для этого мы использовали конструктор, но этого достаточно на начальном этапе изучения баз данных. Программу мы умеем создавать, таблицы базы данных. Хоть на практике еще не пробовали, но команду создания базы данных, таблицы базы данных мы изучили подробно. Индекс – это индексированные поля, которые позволяют обеспечить более быстрый доступ к данным во время организации выбор и поиска. Например, для того, чтобы создать таблицу базы данных, мы используем команду create, table, имя. В скобках все, что остается в скобках – это наши параметры. Перечисляем столбцы, тип данных, которые будут храниться в этих столбцах. Можем поставить значения по умолчанию, можем поставить параметр null либо not null, то есть может быть пустым, либо не может быть пустым. Мы можем поставить ограничения, то есть при вводе данных наши данные должны быть в пределах вот этих значений, ну и другие какие-то ограничения. То есть при создании таблицы базы мы можем использовать декларативные ограничения. Значения по умолчанию, потенциальный ключ, первичный ключ. Первичный ключ у нас однозначно идентифицирует наши записи. Проверочное ограничение. Приложение ForeignKey – это внешний ключ, который позволяет организовать связь между родительской таблицей и дочерними таблицами. Для модификации мы используем команду alter. Конкретно для модификации схемы таблицы используем alter table. Далее указываем имя таблицы. У alter table, в отличие, например, от alter view, немножечко другая команда, она не совпадает с create table, так как мы должны указать, что именно мы хотим добавить либо удалить. Если мы хотим добавить, то мы уговорим add, дальше имя столбца, тип столбца, значение по умолчанию и все спецификаторы к столбцам. Если удалить, то drop и только имя столбца. Если же мы ничего не добавляем и не изменяем, именно по столбцам, а лишь хотим свойства столбцов изменить, то команда alter table будет похожа на команду create table. Для удаления таблицы мы используем drop table. Таким образом, все наши команды по созданию объектов – это create alter drop, по созданию, удалению, модификации. Для языка манипулирования данными, то есть уже непосредственно с данными таблиц, мы используем команду insert delete update. insert. Мы можем непосредственно в таблицу ввести значения. Мы можем скопировать значения из таблицы. Например, вытащили из таблицы студент фамилию и имя, то есть значение двух столбцов этой таблицы, где специальность в Т, то есть информация только о студентах и специальность в Т. И вот то, что мы вытащили, мы через команду insert into студент 1 скопировали в другую таблицу. То есть не по одной строчке, не по основной строке вводили, а скопировали. В два столбца одной таблицы, в такие же два столбца другой таблицы. Для удаления записи мы используем команду delete from, указываем откуда. Если мы на этом завершим команду, то у нас удалятся все записи. Если мы укажем выборку, то удалять будут только те записи, которые удовлетворяют этому условию. Для изменения данных мы используем команду update, указываем, что мы изменяем, какой таблицы. И конкретно, например, set, пусть значение поля описания специальности будет равно такому тексту, если наименование специальности is. Третий язык – это язык выборки данных, или его называют оператор select. Это основной язык, которым мы сейчас пользуемся. То есть мы выбираем из нашей базы, должны уметь выбирать из нашей базы, те записи, которые удовлетворяют определенным условиям. При использовании оператора select по умолчанию мы all не ставим, но это означает все записи. Данное предложение стоит по умолчанию. Мы можем вытащить неповторяющиеся записи. Далее мы указываем, что мы хотим отобразить в нашей выборке. Все таблицы, все столбцы таблицы, либо конкретные какие-то значения. Мы указываем, из какой таблицы мы хотим посмотреть наши данные. Можем указать условия ограничения на нашу выборку. Мы можем сгруппировать данные, наложить условия на группу. Но вот having условия на группу работает не во всех с УБД. Вот это нужно иметь в виду. В SQL сервере having работает. Мы можем сразу же ассортировать наши данные либо по возрастанию, по умолчанию, либо по убыванию. При выборке столбцов мы можем указать все столбцы, мы можем перечислить имена столбцов, мы можем дать псевдонимы для столбцов, мы можем использовать выражения, либо использовать системную агрегатную функцию. На выборку мы ставим такие условия, как логические операции, больше, меньше, равно, не равно. Операции between and, которые аналогично команде меньше чего-то и больше чего-то. Операцию вхождения, принадлежности, не пусто или не неопределено, существует ли. Каждый из этих операторов может быть как взят в положительном контексте, так и в отрицательном. То есть не входит, не содержит, не принадлежит. При построении сложных условий мы можем использовать логический оператор and or not. Например, из таблицы студенты я хочу вытащить два столбца. Первый столбец группа, здесь будет отображаться значение из конкретного столбца. А вот второй столбец, это у меня будет вычисляемый столбец, вычисляется с помощью агрегатных функций аккаунт. Он посчитает количество записей по группам, так как я сгруппировала по группам. И вот этот столбец, так как такого названия у меня нет в таблице, я назвала как количество студентов в группе. Итого в моей таблице будет два столбца, выборочная таблица, не физическая, два столбца. Первый столбец называется группа, здесь данные будут из физической таблицы. Второй столбец будет называться количество студентов в группе. Здесь данные посчитаются, это будет как количество студентов в каждой конкретной группе. Вот все, что мы сказали до сих пор, это касалось любой базы данных, любой локальной базы данных. Но если наша СОБД позволяет или поддерживает технологию клиент-сервер, то мы можем работать с такими объектами, как хранимые процедуры, функции пользователя, триггера. Это те объекты, которые вы уже знаете, умеете с ними работать. Для создания хранимых процедур и функции пользователя мы используем команду create procedure либо create function. Дальше параметры у них немножко отличаются. Использование этих объектов позволяет, во-первых, обеспечить безопасность нашей базы данных, во-вторых, они улучшают работоспособность, качество работы нашей базы данных, уменьшают нагрузку на сеть. Здесь мы в данной процедуре изменили записи в столбце описания специальности из таблицы специальности по условию наименования специальности. Мы динамично выбрали, какое описание мы поставим как переменную и какую специальность мы выбрали. То есть мы update можем использовать как транзакт SQL внутри, но и также через хранимую процедуру использовать. При создании функции мы знаем, что бывает с функциями двух видов. Вернее, вы знакомы с функциями двух видов. Это табличные функции как результат и скалярные функции как результат. Например, результатом данной функции будет таблица. В этой таблице у меня будет содержаться сведения из таблицы студенты, причем не всех подряд, а я перечислю список групп без повторений. То есть результатом будет работа данной функции список групп таблицы студенты. При создании триггера мы также используем команду create, объект, имя объекта и параметры. При создании триггера мы знаем, что мы можем использовать instinct, то есть вместо какой-то операции, либо after, то есть после какой-то операции. Триггеры, в отличие от хранимых процедур и функций пользователя, вызываются автоматически при возникновении определенной ситуации. Ситуациями может быть delete, update, insert, то есть действие с таблицы баз данных. Таким образом, триггер можно создать либо автоматически, он будет выполняться после действия с таблицей, либо вместо действия. Здесь, например, вместо того, чтобы удалить студента delete оценки, мы используем каскадное удаление сначала из таблицы оценки, потом из таблицы студенты. Мы также помним, что есть виртуальные таблицы deleted и inserted, которые позволяют фиксировать все наши действия в базе данных для того, чтобы позволить изменить или откатить, если мы неправильно вставили, либо неправильно удалили. То есть, если хранимые процедуры и функции пользователя позволяли обеспечить безопасность баз данных и улучшить производительность базы данных, то триггеры, помимо этого, позволяют обеспечить ссылочную целостность при работе базы данных. При построении таких объектов, как хранимые процедуры, функции пользователя, либо триггеры, мы используем язык транзакт SQL, в частности, операторы языка управления. Это операторы условия, операторы цикла, операторы множественного выбора. Помимо этого, если у нас, допустим, наша хранимая процедура, либо функция имеет, скажем так, линейную структуру, то мы можем использовать новые перемены с помощью оператора описания переменных деклара. Мы можем присвоить им значения при помощи оператора set. Условный оператор – это if, либо неполная форма, либо if else, если полная форма. Оператор цикла у нас здесь while, он также работает, как и в любом языке, программированный, то есть пока условия истинно мы какие-то операторы будем выполнять. Можно досрочно выйти из цикла, полностью выйти через команду break, то есть прервать работу цикла, либо выйти из очередной итерации цикла continue. Мы можем использовать оператор множественного выбора кейса. Также можно досрочно выйти из запроса или процедуры с помощью оператора return. Таким образом, на данный момент мы с вами знаем, что языком управления базами данных, реляционными базами данных, в нашем случае является язык SQL, мы умеем извлекать данные через SELECT, модифицировать данные с помощью insert, update, delete, описывать структуру данных, create, alter, draw. Вопросы обеспечения безопасности данных мы частично рассмотрели, то есть при модификации данных, либо при описании структуру данных, мы можем обеспечивать декларативную безопасность через оператор check, например, то есть обеспечивать при вводе данных, сразу рассматривать вводимые наши данные, удовлетворять нашим условиям, либо они удовлетворяют. Как с помощью языка SQL обеспечить более глубокую безопасность данных, мы с вами рассмотрим на последующих занятиях. Также на последующих занятиях мы посмотрим возможности управления транзакциями. Итак, на экране у вас вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить, и перечень рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.